намастэ приветствую вас начинаем со стихии звука звук слова это есть изначальные вибрации это есть та сила та энергия которая созидает нашу реальность это звук это наши мысли потому что звук есть мысль мысль слово это есть высшая стихия мы поговорим сегодня с вами о стихиях это есть высшая стихия эфира которая порождает все остальные проявленные уже стихии огонь воздух вода и земля а то что мы с вами не видим но ощущаем это есть стихия эфира я очень рада видеть вас прям присоединяйтесь я так рада потому что я готовлюсь и готовилась к этой теме которую сейчас мы с вами раскроем я серьезно готовилась и начала изучать эту тему в 2009 году тему славянской астрологии совершенно неожиданно для меня открылся кладезь знаний в какой-то момент жизни я знаете хочу вас попросить напишите пожалуйста с каких вы городов кто где проживает не очень интересно узнать географию нашего эфира какие страны какие города у нас сейчас будут с вами задействованы скажем так куда потечет эта информация эти знания в какие места нашей планеты будет очень интересно мне узнать в 2009 году у меня был такой интересный период когда произошла перестройка перестройка и выход на совершенно другой уровень жизни и в какой-то момент до этого времени я посчитала что я уже знаю много чего я в принципе уже знаю законы вселенной я уже знаю это и это думаю ну и что же зачем тогда жить если уже все знаю я уже йогой занималась то время как бы я уже все знаю и именно в тот момент когда вдруг я неосторожно подумала что я все знаю открылся такой огромный резерв информации тогда это еще не было для меня знанием это была информация это был поток информации когда я стала погружаться аж меня вот как читала вот это читала священные писания аж клеточки вибрировали я чувствовала как по моему телу идет вот нечто созвучное то есть вот такая вибрация называется дрожь приятная дрожь была хочу вам показать моего обережного котика который посмотреть что у нас с вами тоже здесь участвует в эфире вот ну что же давайте я буду тогда начинать раскрывать тему салоники рассуда нам гус хрустальный маша очень из гулькевич и светлана очень-очень я рада кто еще ялта крым оксана я рада что давайте с вами начнем раскрывать эту тему почему именно славянская астрология это самое малоизвестное ну скорее всего может быть самое или одна из самых мало известных вообще тем к сожалению и пришло время когда нам с вами нужно можно вспоминать кто мы есть узнавать откуда мы узнавать ту информацию получать узнавать и проживать ее для того чтобы раскрывать в себе свои таланты потому что то что я буду говорить краматорск украина вита очень рада это же в краматорской жила 6 лет давайте мы с вами спишемся мне очень интересно витада приветствую я жила на дворцовой улице в краматорске 6 лет и тема славянской астрологии она конечно как любая тема астрологии когда мы с вами начинаем говорить о планетах планеты это живые существа планеты имеет свой характер свою энергию между ними зарождается свои взаимоотношения это божественная энергия каждый раз когда мы с вами говорим о планетах о звездах о галактиках о вселенной мы затрагиваем с вами косвенно мы затрагиваем высшие существа высший разум поэтому нужно аккуратно об этом говорить и с уважением с уважением каждой планете к каждой энергии которая проявляется потому что в нашей вселенной все имеет свой цикл имеет свою мудрость и с нашей человеческой точки зрения мы не можем это понять и поэтому можем посчитать что там ну например ну может быть неуважительно о чем-то когда-то о какой-то об энергии планеты может быть заговорить на самом деле нужно раз мы уже говорим об астрологии нужно знать что мы говорим с вами о вселенских законах о вселенских энергиях и в то же самое время открываем в себе вот эту вот энергию энергия это сила это запас это огромный огромная сила мне мой помощник подсказывает я приготовила много картинок кто еще откуда напишите пожалуйста мне очень интересно знать кто у нас откуда тема славянская астрология почему именно сейчас потому что мы с вами находимся в уникальном времени года одно из четырех важных дат со настройки с природными циклами с природой солнцем и не просто солнышком вообще с энергией видимых и невидимых миров существует три мира как мы знаем три мирья троица три энергии есть в английском даже такое слово тринити троица три нити нить это связующее звено три нити днепропетровск украина очень-очень рада благодарю вижу тут из дублина тоже из лондона присутствует мои подписчики так что мы сейчас с вами находимся в некоем c в некоемом цикле завершающим почему 20 сегодня 18 20 сентября по сидерическому гороскопу который использует древнеиндийская астрология полнолуние по западной астрологии 21 числа так или иначе 20 21 сентября это время и энергии полнолуние кроме того это период еще и мирового планетарного равновесия поэтому я очень обращаюсь к девушкам ольга из башкирии рада вас видеть еще кто откуда напишите и почему девушкам почему женщинам потому что мы с вами наша с вами миссия женская миссия нести гармонию энергию лада нашу жизнь и через гармонизацию себя мы с вами подобно цветочкам гармонизируемый пространство если вы видите вот на заднем плане у меня мандала вот она у меня мандалы везде я очень люблю мандалы и рекомендую вам тоже использовать рисовать создавать мандал ну что же давайте откроем и я начну вам сейчас показывать слайды которые я приготовила вот первый слайд это бог числа бог это божество боги это энергии бог который отвечает за течение времени за ход времени в том числе он управляет движениями то есть вселенская энергия управляет движениями планет и звезд великий числа бог день числа бога кстати отмечается в славянском календаре чаще всего он там от ли он меняется в зависимости от лета от года отмечается в день летнего солнцестояния в основном до 24 25 июня это день числа бога а купала уже по древнему календарю о котором мы сегодня поговорим отмечают в ночь чаще всего это с 9 на 10 июля так вот 20 числа мы с вами приближаемся это полнолуние плюс осеннее равноденствие и еще третья дата новое лето 7530 скажите пожалуйста слышали ли вы когда нибудь о такой дате 7500 вот сейчас уходит 7529 лето всего лишь два дня осталось 19 20 число два дня до наступления нового лета это значит то что мы с вами сейчас можем завершить свои дела мы можем поблагодарить уходящее лето и я вас уже приглашаю кто смотрит сейчас этот эфир 21 числа присоединиться в круг силы это будет интересный обряд завершение начинание поминания предков 21 сентября присоединяйтесь так вот осталось два дня нам для того чтобы завершить этот цикл поблагодарить об этом поблагодарить об уходящем лете и я вас сейчас тоже попрошу тех кто будет присутствовать на круге силы или в кругу силы уже начать составлять благодарность благодарность за уходящий вот этот период начиная с прошлого осеннего равноденствия до вот этого периода прошлое осеннее равноденствие мы встречали в женском кругу делали вот у меня здесь на алтаре стоит здесь у меня стоит куколка обережная она называется крупиничка или есть еще название разные зерновушка крупиничка кукла богач здесь у меня стоит мне неудобно стать моя два года назад сделанная кукла и в этом году 21 числа я с благодарностью эти зернышки дам земле матушке земле а в прошлом году это был женский круг и мы в индии тоже сделали вот так дистанционно делали куколку зерновушка очень интересный обряд это обряд на привлечение богатства в этом году немножко у меня другой план сделать поминание предков и сделать другой ритвал так что вот мы с вами увидели великого числа бога бога энергию которая отвечает за ход времени я думаю мы все с вами понимаем что время является великим ресурсом скажите пожалуйста если у вас такое сознание или только у меня если есть то плюсики поставьте мне интересно осознаете ли вы что время это ценнейший ресурс это это ресурс который один из самых вот как я считаю энергия это жизненный тонус сила время и информация вот эти вот три единицы и то есть невероятная сила невероятная энергия то есть ценный ресурс как вы считаете для вас важно ли время само как вообще ресурс есть такие даже указания что арка им является местом где время определенным образом вырабатывали мне посчастливилось быть у кайласа дважды и я вам скажу на собственном опыте что кайлас ах нет у меня здесь фотографии кайласа но в сторисах и выкладывала сегодня что кайлас является у буддистов кала чакра называется само божество живет на кайласе называемая кала чакра божество времени чакра это колесо колесо времени и у меня были явные ощущения о том что время идет на кайласе по-другому она не не как сказать не линейная она ври она иногда спешит иногда тормозит то есть время это ценный ресурс и числа бога то есть та энергия которая смотрит за синхронизации времени чтобы все в жизни случалось в нужное время чтобы происходило тогда когда вы готовы так что вот для вас это возможно новая информация и числа бога прямо нас очень по почитали еще разочек покажу эта картина королькова очень красивый художник картины художника-славяниста королькова и сейчас еще вам покажу замечательные картины посмотрите это уже все волод иванов картины древней дарии прародины наших предков которая сейчас дария скрыта под льдами северного ледовитого океана это конечно же об этом даже упоминается в картах меркатора если вы знаете есть такой ватикане хранятся карты меркатора который изображал и не только дарию изображал и лемурию и континенты с невероятной точностью если вам интересно можете конечно поискать загуглить посмотрите какие красивые картины автор этих картин всеволод иванов замечательные у него картины я когда смотрю погружаюсь совершенно иной мир вот такие вот у него чудесные картины смотрите с мамонтами вот эта картина переселение сейчас мы начнем я начну раскрывать тему славянского календаря это такое пока вступление я думаю вам интересно тоже посмотреть на вот эти вот картины она нечто раскрывает когда вы смотрите можете почувствовать что что-то интересное происходит внутри что-то родное что-то близкое что-то очень знакомое можете посмотреть в гугле у меня есть репродукция картин всеволода иванова и когда я смотрю для меня это просто медитация я погружаюсь в другой мир и прям как будто поток энергии тут вот тоже красивая у нас а здесь она не знаю видно нет не видно наверно закрывается окошечком да вот такие вот капище вот это вот капище то есть место святилище на природе называется капище капище они сохранились данное время в ирландии это пространство место силы которое ограждено менгирами то есть вертикальными камнями обычно этих камней как и видела в ирландии на святилищах их около их 17 16 камней и один алтарный камень обычно он обращен в сторону запада так ну что ж дорогие мои вот такое длинное у меня было с вами как бы вступление мы собрались кому интересно остаются с нами давайте рассмотрим видели ли вы когда-нибудь такую картину такое изображение если кто-то видел мне интересно поставьте пожалуйста плюсики знакомы ли вы с этим это изображение называется круголет числа бога кто такой числа бог мы уже с вами знаем или еще называется щит числа бога в этом изображении можно узнать увидеть это наш славянский гороскоп если так говорить их 16 созвездий или 16 чертогов мы с вами знаем что сейчас у нас 12 объезде присутствует и в классической западной астрологии в индийской 12 созвездий это овен телец близнецы вы знаете мы с вами прекрасно знаем 12 годов да то есть 12 мы знаем китайский гороскоп мы знаем китайский тибетский не очень созвучно даже говорю слышали о календаре мая и знаем что он закончился в 2012 году 21 декабря мы с вами знаем о календаре друидов это тоже такой очень интересный календарь который основан на то есть там берутся вас за основу растения и тоже четыре точки конечно же солнечные отмечены то есть люди которые рожденные в со вперед сам состояний летнего зимнего или равноденствия не обладает особыми талантами друзья поставьте плюсики никто не видел да вот такое вот не видели еще изображение я тогда буду подробнее рассказывать насколько вот я почувствую от вас контакт идет то есть не вы не знакомы с этим изображением ну хорошо ну давайте начнем рассматривать интересно ли вам эта тема скажите тема славянской астрологии кому это интересно и зачем она вам жизни как вы считаете для чего нужно знать вообще астрологию славянскую как вы думаете интересно будет получить ваши а кристина интересно хорошо андрей верба приветствую тебя очень рада что ты присоединился ну что ж давайте с вами рассмотрим и так щит числа бога извините это круголет числа бога да еще называют как щит числа бога центре мы видим с вами звезду сразу скажу то что на нашем небосводе великая звезда вокруг которой кстати как она называется напишите пожалуйста вокруг которой вращается эклиптика вращается северная на звезды которые видны в северном полушарии как называется вот эта звезда и я вам назову еще несколько названий этой великой звезды кто алла очень рада тебя видеть алла монакина моя подруга да елена недавно думала что у всех есть как же мы оказались без аналогичных знаний есть это все дорогие мои все эти знания есть полярная звезда лена благодарю полярная звезда которая именуется на нашем языке она имеет несколько имен одно из имен это спас звезда спаса все мы знаем с вами спасская башня полярная звезда звезда тара это ее еще одно название тара мы с вами знаем смотрите астрология что такое астрологии as это человек as человек аватар энергии божественной это человек высшего знания это человек высшего божественного проявления as as tara богиня тара аллогия это наука о чем эта наука теперь мы знаем с вами что астра это есть богиня тара звезда астра то есть главная звезда вокруг которой вращается эклиптика, это есть полярная звезда. Еще ее называют, ах, у меня она в другой книжке написана, Сидун и Дхурвалока. Это она известна как в Джотише. Так что такая вот великая звезда, она у нас в центре. И смотрите, что 16 созвездий, 16 чертогов. И даже к этому счету числа Бога относится и сказка Колобок. Ну давайте как раз таки мы сейчас с вами и рассмотрим вот эту новую информацию для вас. Как сказка будем с вами подходить, подойдем к этой информации. Так же как когда-то обучали детей этим созвездием. Ну смотрите, если увеличить не получится, ну в любом случае, вы, я думаю, кого заинтересует эта тема, вы сможете найти и почитать, может быть даже видео в интернете посмотреть. На самом верху Джива, это созвездие Девы. Вот самое-самое верхнее, если вы видите, да. То есть как раз на Деву и похоже, как фигурка, это руна Девы. Вы видите, да, стоит как вот женская фигура, это есть Дева. И с правой стороны, как буковка R английская, видите, это тоже руна раса. Так вот, попросил Дед бабку, испеки мне колобок, то есть сам Бог-покровитель Тарх попросил Деву Дживу, испеки мне колобок. И она по сусекам поскребла, по амбарам помела, замесила она тесто. Давайте я даже вот немножечко покажу вам, почему мне хочется внести еще свои энергии. Замесила Дева, точнее бабка в нашей сказке, тесто, и слепила она колобок. Так вот, сам процесс работы с тестом, сам процесс выпекания хлеба является лунным процессом. Дорогие мои женщины, девушки, кому нужно гармонизировать Луну? Кто был у меня на консультациях, кто интересуется астрологией ведической, вы, скорее всего, знаете, если нет, вот вам еще тоже говорю. Один из самых лучших способов успокоить ум, это вода, это любые водные процедуры, это жить рядом с водой, это бродить рядом с водой, ходить, медитировать на воду, и тесто, замешивать тесто. Так вот, этот процесс создания Луны, это, понимаете, мы говорим о богах, мы говорим о высших существах. Если считать, что есть мурашки, которые не знают о существовании меня, как там Виктории Тодоровой, то точно так же и я мурашка, которая могу только лишь догадываться, что есть другие высшие энергии, высшие существа, которые создают сады, создают тюрьма, дома, города. Точно так же и в нашем понимании нам легко и в детских образах донесли, что сотворили, значит, дед и бабка, Тарх Перунович и Дева Джиева, они сотворили, слепили колобок, коло и бог, то есть не бог, как вот бог, а бог, как энергия. Кола это круг, сотворение они, слепили они колобок, то есть была создана луна. И что же случилось с луной? Колобок остыл и подбежал по сворожьему кругу. Изначальная сказка, она именно так и начинается, то есть сказки Афанасьева уже и далее, сказки Афанасьева, извините, они, это словарь далее немножко спутала, они отредактированы довольно-таки серьезно. Так что вот, побежал колобок, покатился по сворожьему кругу и начал колобок встречать на своем пути самых разных интересных. Так, сейчас... И стал он встречать на своем пути. Первое, кого он встретил, это... Так, сейчас я открою. Это 16 созвездий, я их на память не помню, честно скажу, знаю, ну, многие знаю, но так вот, чтобы сразу на память. Созвездие Орла. И покатился колобочек, то есть вот это есть учебная сказка, колобок это есть учебное пособие для детей, чтобы они учили, изучали астрологию из созвездия нашей эклиптики. Первое, Орел. Следом, конь, купала. Финист, ясный сокол. Лось. Тур. Лиса. Волк. Так, дальше у нас... Бусил. Бусил, это аист, созвездие аиста. Кстати, смотрите, как интересно. Бог-покровитель созвездия аиста, это род, сам род. Род, тот, который приносит души детей. Да? То есть от кого... От рода детки идут. Почему у нас говорят аиста принес... Ну, аиста, аист принес ребеночка. Вот, пожалуйста, еще одно вам подтверждение того, что сам бог род посылает души, а символ бога, точнее, тотемное животное, или вот этому периоду, когда календарному периоду, который соответствует вот этому циклу, это есть животное... Ой, точнее, птица, бусил или аист. Интересно вам, пожалуйста, какие у вас есть вопросы, дорогие мои? Задавайте вопросы по поводу колобка. Открывается ли вам суть сейчас? Какая мудрость в этой сказке? Дальше, как раз мы с вами сейчас пройдем по всем созвездиям. После бусла, после аиста идет медведь. После медведя идет ворон. Это как раз божечка леда. Ворон, потом идет змей, лебедь, щука. Смотрите, лебедь, рак и щука, все есть. Вепрь. Вепрь это кабан. Вот таким вот образом идет движение луны по небосводу. И не только луны, естественно, и солнца тоже. То есть сейчас я озвучила 16 созвездий. Они так и называются. 16 созвездий, 16 чертогов. Там чертог коня, чертог финиста, чертог бусла, чертог дживы, чертог раса. И каждое созвездие имеет свое тотемное животное. Что же такое тотемное животное? Кто знает, знаете ли вы, сталкивались ли вы с таким определением тотемное животное? Знаете ли вы? Зная свою дату рождения и рассчитав свою дату рождения по славянскому календарю, который называется Каляды Дар, вы можете определить, во-первых, конечно же, свой чертог. Так как у каждого, каждый чертог имеет своего бога-покровителя, то вы можете узнать вашего родного, созвучного бога-покровителя. Также каждому чертогу вы видите вот символы, это древние руны. Руны обладают невероятной силой, невероятной энергией. Следующее, что мы с вами еще можем узнать, мы можем с вами узнать породу деревьев. То есть, каждому чертогу соответствует своя порода дерева. Ну, я сейчас не буду это говорить, но вот чтобы вы знали, 16 пород деревьев, и именно друиды, или, по крайней мере, ведуны, волхвы, они рассчитывали на момент рождения ребеночка, что они делали? Они рассчитывали, конечно же, положение звезд и дерева. У каждого человека была своя деревянная ложка, миска, кружка, амулеты, сделаны из священного дерева для него по энергетике. То есть, вот у меня, например, липа. И я на самом деле очень люблю липу. Все, что касается с липой. Если что, я рождена в декабре. Возможно, то есть, я знаю, когда я рождена. То есть, у меня чертог змия. Змей это огненный знак и относится сюда вот липа. То есть, таким образом, рассчитывали ведуны по дате рождения и говорили основные стимволы, руны, бог-покровитель, стихия и многое чего. И каждый имел свое личное, вот знали свое священное древо, которое дает силы вам. Что еще интересного скажу? У славян существует в славянской традиции не пять стихий. Ну, мы с вами знаем, как раз этот эфир я начала с того, что называла четыре проявленные стихии. И пятая стихия – это эфир. Это то, из чего материализуется все. Это есть стихия звука. Это есть стихия мыслей. Называется эфир или бог, божество, творец. Так вот, в славянской культуре существует девять стихий. И мы тоже сейчас с вами поговорим об этом. Девять стихий. Я назову эти стихии. Первая – земля, черный цвет. Далее у нас идет звезда. Представляете, у нас не четыре стихии – огонь, воздух, земля, вода. А их девять. Значит, земля, черный цвет. Звезда, красный. Огонь, стихия огня, алый. Солнце, златый. Дерево, зеленый цвет. Свага, небесный. Кто знает, что такое свага? Сейчас тоже с вами рассмотрим, что такое свага. Это океан, синий цвет. Луна, фиолетовый. И бог, белый. Белый, который вмещает все вот эти вот стихии. Почему я об этом говорю? Тоже сейчас это все относится к славянской астрологии. Все, о чем я говорю, это огромный плац знаний. То, что я сейчас упоминаю, это маленькая лишь толика. И хочу вас сразу пригласить, кто присоединяется. 21 числа состоится круг силы для мужчин и женщин. Обряд новолетия, перерождение. Мы с вами подходим. Через два дня начинается новое лето, 7530-е лето. И сейчас мы с вами рассматриваем, как раз таки вот рассмотрим и круголет числа бога, и каляды дар. Что это такое каляды дар? На самом деле настолько глубокая тема, если я успею уложиться, конечно, потому что мне хочется рассказать как можно больше. Так вот, смотрите, сколько здесь энергии, сколько здесь стихи, которые можно отнести, например, к энергию огня. Звезда, огонь, солнце. Уже, представляете, вот три разных, заметьте, три разных энергии огня. Огонь, это вот горит свеча у меня сейчас на алтаре, это один вид огня, это химический огонь, который получается путем сгорания, то есть трансформации материального, там, дерева, бумаги, в тепло и в свет. Солнце и звезда. Солнышко, это еще один вид энергии, и звезда, это уже совершенно другое, это космическое. Почему солнышко? Солнышко тоже является звездой, но оно к нам, людям, которые живут на планете Земля, то есть это именно солнце Ярила, это его свет. А звезда, это свет, это энергия всех звезд, то есть идет такое вот разграничение. Про свагу, наверное, вы не знаете, да, про свагу, что такое свод небесный, сейчас посмотрим, есть, да, Елена, догадываешься, сейчас рассмотрим. Почему луна, стихия луны? Потому что луна это материнство. Почему океан имеет синий? Видите, здесь не просто вода, как стихия воды, стихия океана имеет такой вот прям синий цвет, насколько это глубоко. И стихия бога, это есть как раз таки стихия эфира, которая вмещает в себя все. Стихия свага, смотрите, к чему это относится. Вот они все стихии, вот они по цветам здесь расположены, это наш есть круголет числа бога. И сейчас тоже немножечко рассмотрим вот эту вот тему. Свага, сва это небеса, ага это путь. Свага, это есть тот небесный путь, по которому мы с вами идем. Солнышко, наша солнечная система движется не линейно, а движется по спирали, и движется всегда вверх, ну вперед, скажем так, да. То есть это не линейная тема. И свага, это есть путь, траектория нашей и солнечной системы, и галактики, соответственно, солнечная система, она идет вокруг центра галактики, вот эта вот галактика вращается вокруг центра мета-галактики и так до бесконечности. То есть это постоянная спираль, многомерная спиралька. Таким вот образом появляются, у нас рождаются вот эти вот мерности, многомерности. То, что мы с вами видим, это, конечно, трехмерное пространство. Скажите, не слишком ли я мудрено говорю? Понятно ли это? Я стараюсь говорить просто так, чтобы это было понятно всем. Не говорите это мудреными словами, чтобы не звучало это чрезмерно заумно, потому что эта тема, мне хочется донести до вас эту родную тему, и чтобы, вот тоже очень интересно, когда вы слушаете, почувствуете, какая идет информация, то есть отклик какой, как ваше тело реагирует, как ваша душа, вот области сердца, области солнечного сплетения, просто почувствуете, что, как, как отзывается вот эта вот информация. Ну что ж, будем двигаться дальше. Мы с вами рассмотрели, ну как, это очень кратко, мы рассмотрели 16 созвездий, можно узнать своего бога-покровителя, идем дальше. Так вот, понятно, как сказка, замечательно. Следующая у нас с вами картина, давайте рассмотрим Каледы-дар. Что такое Каледы-дар? Мы все с вами знаем календарь, и говорим, что это происходит от греческого Календа. Календа и так далее. Каляда-это божич, новорожденное солнышко, день, праздник Каледы отмечается в период зимнего солнцестояния. Это праздник, который отмечается всеми, как вы знаете, практически всеми народами в Евру, ну это Рождество. Рождество, солнышко, это, заметьте, не Рождество, ну почему оно отмечается именно в декабре, потому что это солнечная дата, солнечный праздник, если мы будем говорить о древнем вот этом солнечном празднике. Каледы-дар, это есть календарь, который был отменен Петром I в 1700 году. Что же произошло вот за время такого вот отмены? Ну, во-первых, потеряли мы с вами пять с половиной тысяч лет своей истории. Именно вот там новым указом было, новый указ и старое летоисчисление исчезло. Оно сохранилось в церковном, церковно, ну как бы до сих пор в православном, в православии идет летоисчисление по старому календарю. То есть, вот где традиция еще сохранилась. Празднование Нового года начинается с 14 сентября. То есть, по старому стилю это с 1 сентября. То есть, вот они, две недели подготовки до осеннего равноденствия. Как раз это и есть вот этот волшебный магический период, когда мы с вами подводим итоги долги, рассчитываемся, завершаем дела, завершаем этот цикл, очищение всевозможное для начала нового периода. Новое лето наступает 21 числа. Точнее, 20 уже вечером. 7530-е лето. И когда изменился вот этот календарь, вот смотрите, например, крещение Руси произошло в 988 году. А если брать по Каледыдару, то это было в 6496 году. Представляете, мы забыли о своей истории как минимум на 5500 лет. А на самом деле вот этот вот Каледыдар, он, ну это бесподобная тема, он тысячи и сотни тысяч лет истории в Каледыдаре содержится, все это описывается, все это есть. Как практически применять эти знания? Давайте посмотрим с вами еще дальше. То есть, что такое Каледыдар? Каледыдар это календарь, он состоял из 9 месяцев по 5 месяцев по 41 дню, 4 месяца по 40. В итоге получилось 365 дней в году. Представляете, как удобно? Если начинался год в 1 месяц, в 1 день, извините, а неделя была 9-дневная, 9 дней, помните, восьмица, восьмица, третейник, четверик, пятница, шестица, седмица, осьмица и девятая неделя. То есть, день, когда мы не работаем. Неделя означает не делаем, то есть, мы отдыхаем. Так вот, вот эти вот 9 дней, это есть наши человеческие с вами ритмы. Мы с вами запрограммированы, скажем, зашиты, прошиты так, что 9 дней является циклом для нашего подсознания, в течение которого можно что-то изменить. Это минимальный цикл 9 дней. Если мы хотим выработать новую привычку, нам надо с вами как минимум делать одно и то же действие 9 дней подряд. Поэтому я в свои осознанные путешествия, когда отправляюсь по местам силы планеты, то выбираю 9 дней, чтобы было, это было минимум 9 дней под новыми звездами. 9 дней в новом месте, чтобы была новая энергетика. Поставьте мне сердечками, поддержите, пожалуйста, если интересно, жду еще ваши вопросики. Вижу, Жанна присоединилась, очень приятно. Так вот, 40 дней, следующая, значит, неделя 9-дневная, месяц был 40 дней. И 40 дней мы тоже с вами знаем, это все осталось в нашей памяти. Когда уходит человек, покидает свое материальное тело, уходит из земли. Мы с вами отмечаем 9-дневный поминание через 9 дней и через 40 дней, потому что это есть наши человеческие циклы. Для того, чтобы, смотрите, начать вырабатывать привычку, минимум 9 дней нужно. Привет, Жанночка, очень рада. 40 дней, когда привычка закрепляется и вырабатывается новый уже у вас паттерн, хочется сказать, образец поведения. То есть, это все основано на подсознании. Хотим мы или не хотим, но не 7 дней и не 30, а 9 дней и 40 дней. Поэтому используйте, вот уже это знание вы можете использовать. Вот как практически это знание использовалось? Если взять, например, систему оздоровления Нарбекова. Я являлась в свое время организатором 4 системы оздоровительные, 4 курса в Ирландии, в Лондоне организовала и, естественно, я проходила 4 раза ступени оздоровительные. Так она состоит из 10 дней. Первый день это знакомство, начало какие-то, в общем, 9 дней и 1 день закрепления. Понимаете? То есть, люди умные, мудрые люди знают, что 9 дней это минимум, а лучше 10 дней и у вас новый паттерн, у вас уже что-то вырабатывает ваше тело. Поэтому свои марафоны, которые я провожу, вот сейчас у меня, кстати, у вас есть время еще успеть, дорогие девушки. Марафон стройная талия. Это намного больше, чем просто стройная талия. Это здоровье, это жизнь, это молодость, это внутренняя энергия, работа именно с животиком. И почему этот марафон 2 недели? Для того, чтобы за 2 недели у девушек выработалась привычка, что нужно вставать каждое утро 15 минут времени уделять себе своему дыхательным практикам, животику, медитации. То есть, что 15 минут в день каждая женщина должна себе найти. Ну, не только женщины, имею в виду все, но это личное время. Встать на 15 минут и нет никаких других оправданий. Нет, не принимаются оправдания. Не существует 15 минут в день себе выделить утром. Каждая женщина может. Поэтому, вот мое такое желание, чтобы выработать, подсказать, вдохновить на новый вид жизни, новый образ жизни. То есть, 9 дней, минимум 10 дней. Мы с вами проходим марафон 10 дней. Движемся дальше. Мы с вами поняли, что 9-дневная неделя и 40 дней, это есть те природные циклы. И они, они просто даны жителям планеты Земли. То, что сейчас того старого календаря, календаря, календаря нет, это не значит, что он не работает. Он также работает на подсознании. Точно так же. Просто люди, которые обладают этим знанием, имеют больше потенциал, имеют больше энергии, больше мудрости. Поэтому я вас и вдохновляю изучать. Кому это интересно, пишите мне, потому что я могу планирую провести следующий курс, который будет называться «Славянская нумерология. Матрица души». Кому интересно, пишите мне в личные сообщения, и я думаю, в октябре месяце я проведу этот курс, и вы многое про себя узнаете. И хочу просить, задавайте мне вопросы, потому что я рада на них отвечать. Сейчас. Лена спрашивает. 40 дней месяца, значит, были полные месяцы, 41 день, а были неполные по 40 дней. Итого 5 месяцев по 41, это 205 дней, и 4 месяца по 40, 160, то есть 365 лет. Извините, 365 дней в одном году. И какая была далее система? В нашем летоисчислении, в славянском летоисчислении, у нас был не век 100 лет, а был круг жизни. Круг жизни состоял из 144 лет. Вот мы с вами сейчас и приблизились к этой табличке. Итого, смотрите, да, давайте опять вспомним, здесь кто-то сейчас присоединился совсем недавно, еще раз вспоминаем. У нас с вами 16 созвездий, 16 лет, да, 16 лет, 9 стихий. И каждое лето, за 16 лет мы проходим наше... Тем не менее, продолжает у нас вторая часть эфира. Первую часть я уже загрузила. Она уже у нас с вами есть, загруженная. Жду, когда вы присоединитесь. Будем продолжать. Хорошо, вы присоединяйте, замечательно. Смотрите, как говорят, проделки фикса. То есть, что-то случилось с интернетом, видимо, очень тему, которую я затрагиваю, она... На самом деле, эта тема одна из очень интересных, малоизвестных тем и широко непубликуемых тем о сновянской астрологии. Ну что же, давайте продолжим. Хорошо, я рада, что присоединяетесь. Мы затронули с вами вот что, что существовало. Вот он, круголет числа Бога. 16 лет и 9 стихий. Получается, что в течение каждый год у нас с вами проходит... за 16 лет идет движение нашей солнечной системы вокруг центра галактики. За 16 лет. И... проходя 16 лет и 9 стихий, получается 144 лета. Это есть круг жизни. Круг жизни, на который мы с вами рассчитаны. Мы с вами биологически созданы, то есть наши скафандры, биоскафандры, созданы на 144 лета. Об этом говорил еще сам академик Павлов. То есть, наши с вами ограничения, какие в уме стоят 80 лет, 90 лет или там 100 лет, это все неверно. Мы созданы с вами намного... для того, чтобы мы жили с вами намного дольше. Так вот, 144 лета. Считается, что за этот период душа человека может пройти весь необходимый цикл или как бы получить знания для того, чтобы пройти все сословия. И скажем, если вы даже родились в крестьянском сословии, чтобы пройдя вот этот путь, дойти до высшего сословия, получить высшие знания, высшую мудрость. И за 144 лета люди уже достигали знаний, необходимых знаний для того, чтобы далее эволюционироваться уже в теле не человека, а в теле звезды. То есть, это было вот так вот ранее. Да, впереди у нас еще много лет, надо настраиваться именно на это. Поэтому для того, чтобы прожить на самом деле 144 лета, нужно, во-первых, сменить менталитет, во-вторых, нужно заниматься естественно своим телом. Ну, наверное, самое главное это знать, для чего я вообще живу. Для чего мне нужна жизнь? Если человек счастлив, и у него множество планов, и творчество, и интерес к жизни, то ему 144 лет будет мало, ему надо еще больше. Так вот, 144 лета, это есть круг жизни. Круг жизни состоит, смотрите, идем с вами дальше, вот наши с вами созвездия, дракон, змей, орел и так далее. дракон, дракон, это фенист, фенист, созвездия фениста, ну, иногда называется дракон. Так вот, получается, что каждое лето, оно уникально, каждое лето имеет свое название, вот смотрите, сейчас мы с вами заканчивается лето зеленого змия. Змей, так, где он у нас здесь находится, змей. Ага, вот он, смотрите, если вы смотрите вертикально вверх, немножечко влево, вот она, змей, змей, и сейчас у нас с вами девятое лето, видите, там число 9 написано зеленого цвета. У нас сейчас с вами подходит к завершению лета зеленого змея, число 9. И переходим мы с вами в лет, извините, с зеленого змея все верно, а мы переходим с вами в год лесного орла, число то у нас с вами будет уже 10-е. Так, может быть, если я вдруг что-то путаю, простите меня, если вдруг есть здесь рядом славянские астрологи, которые подскажут. В общем, зеленый змей сменяется лесным орлом. И вот еще такая табличка. Это для тех, кто хочет изучать славянскую астрологию, чтобы узнать немножечко подробнее в описании каждого года. Ну, по крайней мере, узнать, в каком году вы родились. Я, например, рождена в лето божественного дельфина. То есть, ну, можно делать уже соответственные выводы это все. Благодаря этому можно узнать матрицу души, можно узнать ваше предназначение, какие качества раскрывать, какие качества не хватает или чрезмерно. То есть, вот это очень глубокая, интересная тема. И матрица души, именно вот если брать с точки зрения славянской, нумерология, у нас во главе стоит это дух. Взращивание духа человека, духа личности. То есть, сила духа. Когда человек силен духом, ему не страшны, что бы ни происходило. То есть, сила духа взращивается поступками, подвигами, определенными ритуалами. Ну, например, одно из действий, которое вот уже я вам могу посоветовать для того, чтобы взрастить в себе дух, это хождение по углям. Я это почувствовала, да, впервые в 2010 году, в мае месяце. Нет, извините, в 2011 году. Это было 10 лет назад, когда я прошлась. Это был ритуал посвящения тщения огнем. Хождение по углям взращивает дух. Обливание холодной водой взращивает дух. Стояние на гвоздях. То есть, любые те действия, которые уму кажутся невероятными, невозможно. А вы взращиваете дух. Ну, например, еще у меня был опыт в этом, в июле месяце. Это была научно-исследовательская экспедиция на Соловки с учеными Санкт-Петербургского университета. Называется экспедиция «Русский север». Я была как соорганизатором этой экспедиции. Это великая честь для меня. Очень рада. И у нас была практика разжигания внутреннего огня. Да, дорогие мои девушки, я прям вот вас еще раз вдохновляю. Эти практики я даю в курсе «Стройная талия». Я назвала ее «Стройная талия», чтобы вы поняли. Что это как красота. На самом деле там энергия, там энергетика, там раскрытие себя, там разжигание внутреннего огня. Благодаря этим практикам мы просидели, ну это не эксперимент, это практика была в водах Белого моря 25 минут. То есть обычно больше 30 минут не делается. Вот в рамках этой экспедиции 30 минут это максимум. Мы не засекали время, но в общем там кто-то сказал, ребят, вы там 25 минут просидели, давайте выходите. Вот именно такие действия. Но опять-таки, видите, тут и сила духа. Но вот скажем, в научной исследовательской экспедиции мы не ради духа делали это, мы делали ради энергетики, ради того, чтобы пробудить себя, пробудить энергию кундалини, вот эту жизнь, родящую энергию. И, естественно, это изращивание духа есть. Так что, дорогие мои, кому интересны эти практики, ко мне на йогу, на курс йога для стройной талии. Мужчины, у меня есть курс для мужчин плоский животик. То есть вот эти практики, они нам нужны. Почему оно вот здесь я сейчас озвучиваю, в эфире по славянской астрологии? Потому что энергия это и есть база, это и есть фундамент. Энергия это и есть ваше состояние духа, а дух это и есть божество. То есть главенствующая стихия это божество, и уже из него, из этой стихии порождается всё остальное. Итак, мы с вами уже знаем 16 чертогов, 9 стихий, в итоге 144 лета. И оно каждое лето не похоже на другое. Но эти описания каждого лета, оно сохраняется, и оно всегда созвучно, потому что мы живем с вами в матрице. И еще покажу одну вот такую картинку. То есть если вы будете изучать, то здесь вот видно опять-таки 16 созвездий, которые рассматриваются в славянской астрологии. Из них, смотрите, 15 лет идут по 365 дней. И 16, вот самая нижняя строчечка, это капище, или храм еще называют. Вот это 16 лета считается священным. Там добавляется еще несколько дней. То 4 дня добавляется, то есть это священное лето, и в нем уже не 365, а 369. То есть за 16 лет набегает вот эта вот разница. И таким образом, это невероятно удобная и замечательная система. Чем? Она замечательная тем, что если год начинается, скажем, в понедельник, то каждый нечетный месяц года всегда начинается в понедельник. И каждый четный месяц года начинается тогда в шестой день, в шестицу. То есть это невероятная четкая система, по которой не нужно было распечатывать календари. Вот такая невероятная мудрость, вот этот календыдар, это просто феноменальная как бы система, которую отменил Петр I, и мы перешли на другую систему. Ну вот так вот оно исторически сложилось. Я уже буду закругляться, потому что уже час подходит к концу. Что еще хочу сказать, что вы наверняка слышали, я говорю, мы знаем о календаре мая прекрасно, что знаем время безвремения, даже было такое в 2012 году, по-моему, там какое-то время. Так вот, вот эти четыре дня, которые добавляются в священном лете раз в 16 лет, вот этот вот период четыре дня отрезок, это и есть время безвремения. То есть это те священные дни, они у нас, то есть было 369 дней в этом году, и это же все, конечно же, случалось к новолетию, то есть к этому периоду, который вот сейчас вот мы с вами и проходим. Священное лето, у нас сейчас с вами десятое будет, а священное лето аж через шесть лет. То есть это будет уже в 2027 году на осеннее равноденствие будет священное лето. Так что, дорогие мои, если вы еще хотите больше узнать, если вас интересует тема нумерологии, тема матрицы души по славянской нумерологии, она однозначно отличается. Вы, наверное, слышали, есть такой квадрат Пифагора. Вот кто-то слышал квадрат Пифагора? Мне, например, повезло, мы квадрат Пифагора изучали в институте на уроках психологии. Вот у меня такой была учительница, была психолог, представляете, мы изучали квадрат Пифагора. А в славянской нумерологии есть жреческий квадрат, и вы можете составить свою матрицу и посмотреть. И да, Наташа, слышала, рада тебя видеть. Про Пифагора мне вот не повезло, у меня какой-то институт был вообще чудесный. На самом деле это был замечательный институт, первый институт в постсоветском пространстве, первый частный институт. И те, кто присутствовал, кто попал туда, это были феноменальные вообще, очень интересные люди и замечательные преподаватели. Ну что, я тогда хочу еще суммировать, как бы подвести астрогематрии. Надя изучала квадрат Пифагора. А вот квадрат жреческий квадрат, вы, это такая мудрость. Это, конечно, вообще замечательная тема. Кому интересно, я тогда буду готовиться, и с октября месяца мы проведем. Это не требует большого времени. Может быть, два дня по три часа. Я так могу предположить, что этого уже достаточно будет. Давайте прочитаю вопросики ваши. И, ах, вопросики остались в том чате. Мне задавали вопросы, и прервалась просто связь. Тогда, суммируя наш весь эфир, то, что я сегодня говорила, еще разочек мы с вами посмотрим, что божество времени, великий число Бог, это энергия, которая дарит нам время. Это энергия, которая, это высшее существо, высшего разума, которое следит за ходом звезд и планет. В славянской астрологии всегда центром, то есть идет соответствие, соностройка и вообще течение, расчеты все славянской астрологии, они происходят от центра Вселенной. А звезды планеты, они могут замедлять, убыстрять ход. Поэтому, в общем, очень интересная тема. И далее мы с вами рассмотрели вот такой прекрасный круголет числа Бога. Эфир я сохранила, он будет и в Ютубе, он будет и в IGTV тоже выложен. И здесь можно узнать по вашей дате рождения. Я думаю, что вот Матрица Души, мы с вами рассчитаем, кто будет присутствовать, мы с вами узнаем. И дату рождения, это естественно, это как часть этого курса Матрица Души. Вы узнаете месяц рождения, покровителя, свою руну, свое животное тотемное. Много чего интересно очень. Получите такую информацию. Ага, Виктория, да, мне тоже очень приятно. Мы с вами узнали о Каледы Даре, что это был Каледы Дар, который обладал определенной мудростью. Мы с вами узнали, что ранее у нас, ну, во-первых, что круг жизни был 144 года, а точнее лето, 144. Потому что наше человеческое тело создано на 150 или на 144. И было ли даже упоминание, например, есть в летописных произведениях упоминание о том, что Петр I издал указ разрубать мужей старше 300 лет. То есть, ну, в прямом смысле разрубать. То есть, убивали людей, которые жили больше 300 лет. То есть, старцев 300-летнего возраста. Их просто убирали, удаляли, ну, убивали. То есть, это официальные документы. Вот такое вот было, происходило во времена Петра I. Это было время большой трансформации на нашей планете Земля. Что мы еще с вами узнали? Ну, мы в преддверии наступления 7530-го лета. И я вас приглашаю 21-го числа в круг силы и мужчин, и женщин. Это будет очень красивый обряд. Я вас попрошу, ну, все, кто будет присутствовать, попрошу подготовиться к нему. Чтобы это было на самом деле начало чего-то нового, чего-то замечательного и прекрасного. Мы с вами соединимся и поменем наш род. Потому что сила наша, здоровье наше, то, как мы пройдем с вами сейчас время перемен. Мы с вами находимся уже в этом времени перемен. Времени большой, серьезной трансформации. Это зависит от того, насколько у нас с вами глубоки корни. Насколько у каждого из нас с вами они не просто глубоки. Насколько мы пользуемся своими корнями. Насколько мы используем с вами силу своего рода. Это огромная мощнейшая сила, равной которой нет. Это и сила любви. Потому что, поверьте, что каждый предок, который стоит за вашими плечами, за моими плечами. Огромная за моими плечами. За плечами каждого из нас огромная сила. Пользуемся или нет, это зависит от нас. Поэтому в этом ритуале мы, конечно же, и призовем, и поменем самые светлые души нашего рода. И шагнем в новое 7530-е лето с красивым, будет красивый ритуал. Ритуал, в котором мы с вами построим, заложим семена, наши мысли, наши чаяния на каждый месяц последующего года. То есть мы с вами сотворим в своих мыслях, сотворим предстоящее 7530-е лето. И дай бог, это так будет. Я этот ритуал провожу ежегодно. Начиная, наверное, с 2012 года. Вот я ежегодно, как только узнала, провожу этот прекраснейший ритуал. Это часть моей жизни. Каждое лето, каждое осеннее равноденствие мы с девушками собираемся в кругу и волшебничаем. Ну, в основном, то, что я хотела, я сказала. Хотя то, что вы услышали, что я поделилась, это всего лишь маленькая. Это зернышко маленькое. Но вот это зернышко, я думаю, что оно прорастет в ваших душах. Если вы начнете интересоваться этой темой, я вам могу подсказать что-то. Потому что это огромное, понимаете, это огромное время. Время — это ресурс. Наличие учителя всегда помогает экономить время. Наличие учителя говорит о том, что он своей энергетикой вас поддержит. Я это просто чувствую. Я знаю, как учителя любят, когда им задают вопросы. Как учителя любят, когда видят, что интересуется ученик. Они просто подсказывают, они его поддерживают. Это очень ценно. И для любого учителя очень ценно иметь ученика, который стал выше, чем учитель. Это самая высшая награда для учителя — видеть ученика, который превзошел его. Вот подумайте об этом. Это, конечно, очень мудро. В какое время будет ритуал? По Лондону будет 18.30. По Москве — 20.30. В полдевятого по Москве. 21 числа — это вторник. Нужно будет подготовиться. Нужно будет испечь блинчики, что-то испечь, что-то сделать своими руками обязательно. Давайте я прочитаю еще ваши комментарии, которые сейчас появились. И вторая часть тоже появится у меня в ленте. Если интересно, то делитесь, конечно же, этими знаниями. Так, хорошо, что про матрицу души слышали? Пифагора, да. Только она примитивная по сравнению с той, что мы с вами пройдем в курсе в октябре месяце «Матрица души». Она, конечно, намного глубже. Наташа, говорит, пишет. Говорят, и Петр был не настоящий. Я согласна. Я согласна с тем, что, говорят, Петр был не настоящий. На самом деле, в личности Петра очень много самых интересных вопросиков. В том числе, ну, как... Вот буквально чуть-чуть скажу. Петр, который уехал в Голландию, был метр восемьдесят ростом, там, с родинкой, любил свою жену, образованный. И через два года Петр, который вернулся, это был двухметрового роста гигант, который говорил на русском с акцентом, который был моряком, плюс он еще болел, у него был сифилис, у этого Петра, и, ну, в общем-то, много чего. И тропическая лихорадка, то есть, именно говорящая о том, что человек, он был в экваториальных водах, и вернулся совершенно другой Петр. То есть, Русью правил другой человек, не Петр первый, который ушел, а пришел совсем другой человек. Это была другая личность, и первым делом, что сделал Петр, который вернулся на Русь из Голландии, он убрал всех своих, так сказать, приближенных, оставил только меньше кого, он убрал свою супругу, любимую Софью Алексеевну, он ее заточение, как бы, обратил. То есть, там, на самом деле, Наташа, благодарю, что сказала, то есть, эта тема интересная, это тема альтернативной истории, и она очень мне созвучна. Да, по славянской астрологии мало информации, в любом случае, я знаю только лишь совсем, совсем чуть-чуть. Надя, я пеку свой хлеб, и только блинчики. Ой, можно хлеб, все, что хотите. Блинчики или что пойдет? Вообще, блинчиками поминают предков, вот именно. Где будет происходить ритуал? В онлайн-режиме будет происходить. То есть, мы с вами встречаемся, будет у вас гореть свечка, вот алтарь давайте, кто здесь присутствует, кто до самого вечера достоял, ну, как бы, дождался. Вот я вам показываю мой алтарь, то есть, я вам расскажу, каким образом подготовиться правильно, чтобы это и горели свечи, то есть, все стихи присутствовали, чтобы вы испекли блинчики, написать благодарственное письмо. То есть, нужно подготовиться к этому ритуалу, и мы с вами вместе, одной силой, на одном дыхании, начнем наше 7530-е лето, и дай бог, чтобы оно было одним из самых-самых замечательных. Ну что, друзья, я очень рада, эфир получился таким длинным, но я на самом деле хотела бы рассказать еще намного больше. Я приготовилась, у меня очень много материала, но я просто вот не могу это рассказать в рамках одного эфира. Ага, как попасть? Каким образом попасть в Директ? Пишите, пожалуйста, в Директ. У меня информация в Фейсбуке есть. В Фейсбуке есть ивент, в Фейсбуке есть группа Мастерская Волшебниц, там вся информация. В Телеграм-канал есть. Пожалуйста, Телеграм-канал. Вот сейчас давайте я в шапке профиля сейчас прям поставлю Телеграм-канал, и там есть или будет информация, там еще нет этой информации. То есть в Директ пишите, пожалуйста, и регистрируйтесь. И через два дня, 21 числа мы с вами, через три дня мы с вами встречаемся на наш ритуал. И мой котик хочет попрощаться с вами. Я тоже уже хочу попрощаться. И было очень-очень приятно с вами пообщаться. Благодарю, дорогие мои. Делитесь, советуйте друзьям страничку мою, если вам это все интересно, созвучно. Еще, дорогие девушки, марафон йога для стройной талии, которая намного глубже, чем просто талия. Присоединяйтесь, вы еще успеваете. Сегодня первый день, точнее завтра. Сегодня подготовка, завтра первый день. Всего мирной ночи, пока-пока. Всем счастливо, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!